Прежде чем я берегу конкретную конструкцию, нужно еще поговорить о том, что означает сводимость и, собственно, полнота. Вообще математики очень любят одни задачи сводить к другим. Да, есть даже там анекдоты, что инструкция по кипячению воды, нужно сначала сводить воду в чайник, потом его включить. А что делать, если вода уже в чайник? Можно воду вылить, и тогда задача сводить с предыдущей. Вывод. Здесь в принципе могут подобные вещи возникать, но, как правило, все-таки все в воде происходит, все эти сводимости. Значит, сводимость, вообще сводимость бывает разная. Сводимость, которая нужна здесь, называется сводимость по карту, или просто полиномиальная сводимость. по карту, или просто полиномиальная сводимость. Значит, сводимость по карту устроена так. Значит, она вот обозначается вот так вот, что тут ходит к спы, а слово по полиномиальная. Значит, а сводится по карту к б, да? Значит, если существует сводящая функция, если существует полиномиальная начислимая функция f, то такая, что очень легко в х лежит 2, тогда это тогда, когда f от х лежит в 2. Значит, в чем идея? Чему это называется сводимость? Пусть у вас есть какой-то способ решать задачу мы. Значит, это может быть полиномиальный алгоритм, это может быть какой-нибудь волшебный логический ящик, который дает ответы, это может быть какой-нибудь даже неполиномиальный алгоритм, но который запускается где-нибудь на облаке. А на облаке ресурсов гораздо больше, чем у вас. Тогда вы уже сами сможете решить задачу A. Каким образом? Вот вам нужно определить, лежит ли x в A. Сначала вы сами при помощи таллименальной функции вычисляете f от x. А потом про f от x спрашиваете у устройств, которые решают задачу U. И получается, что тот же самый ответ будет ответом на ваши вопросы про X. Понятно? Абсолютно понятно. Хорошо, а сейчас будет несколько простых примеров, как можно разные задачи друг к другу сводить. Подписывайтесь на канал. Удачи! На тоже так же. В день.